В Госдепе, США, отказались комментировать версии по взрывам на северных потоках. Государственный департамент, США, официально не может подтвердить информацию о том, что подрыв газопровода Nord Stream, возможно был совершен проукраинскими группами. Об этом сообщил спикер Госдепартамента Нет Прайс, передает РБК Украина со ссылкой на Украинформ. Прайс заявил, что появившаяся в СМИ информация базировалась на мнениях тех, кто не может высказываться от имени правительства США. Наша позиция остается последовательной. Немцы, шведы и дачане проводят активное расследование, и мы ждем его завершения, прежде чем давать какие-либо комментарии, добавил он. Представитель американского департамента отметил, что они не опровергают и не исключают никакой информации. В то же время, он подчеркнул, что их ведомство не может подтвердить детали каких-либо сообщений. Напомним, 7 марта, влиятельное издание The New York Times, обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопровода в Северный поток, 1 и Северный поток, 2 в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. В сообщении немецкой телекомпании ERD и газеты Цайт утверждается, что немецкие власти смогли идентифицировать лодку, которая использовалась для диверсионной операции. В нем говорилось, что группа из пяти мужчин и одной женщины по поддельным паспортам арендовала яхту, у принадлежащей гражданам Украины польской компании, но национальность преступников не установлена. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское правительство, не причастно к подрыву российских газопроводов Nord Stream, в Балтийском море в сентябре прошлого года. А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что преждевременных выводов о том, кто отвечает за подрыв газопровода Северный поток, делать не стоит. Атака могла быть операцией под чужим флагом, чтобы обвинить Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.